всем привет и сейчас мы будем записывать реакцию на презентацию apple наверное весь мир ждал эту презентацию и мы тоже хотели посмотреть на эту презентацию и в этот раз мы снимем реакцию ну что ж давайте посмотрим что apple приготовил на этот раз поехали всем здорово 2017 год для компании apple знаменит тем что ровно 10 лет назад стив джобс представил первый iphone и эта презентация довольно показательно и важна для компании мероприятие прошло на территории нового кампуса компании в театре стива джобса началось все с теплых слов от тима в память о стиве далее кук рассказал о новой штаб-квартире компании apple парк по-настоящему невероятное и непревзойденное произведение инженерного искусства и с этим трудно спорить затем на сцену вышла энджела эрнст эта женщина отвечает за весь ритейл компании и рассказала о том что в планах apple изменить свои магазины и переформировать взаимодействие с покупателями планируется перейти к более непринужденному и дружескому общению с клиентами плюс к этому apple планирует запустить программу мастер-классов по программированию дизайну и фотографии короче говоря apple хочет быть еще ближе к своим покупателям ну а первым продуктом о котором рассказали на презентации стали apple watch часы от apple показали 50 процентный прирост продаж и заняли первое место в мире опередив rolex теперь умные часы стали более точно мониторить сердцебиение анализировать его и выдавать пользователю рекомендации относительно дальнейшего поведения на тренировках данные фичи станут доступны всем юзерам уже 19 сентября с watch os 4 затем представили обновленные часы apple watch series 3 их главной особенностью стал встроенный сотовый модуль теперь вы можете оставаться на связи всегда и везде благодаря постоянному подключению к сети теперь с часов можно слушать более 40 миллионов композиций доступных в apple music новый процессор позволит часам работать на 70 процентов быстрее также завезли и обновленные беспроводные протоколы вай-фай и bluetooth теперь к часам можно подключать беспроводные наушники apple благодаря использованию электронной сим-карты удалось сэкономить и место в корпусе поэтому габариты остались такими же как и в apple watch series 2 новинка будет стоить 329 долларов за 38 миллиметровую версию и 399 долларов за 42 миллиметровую версию в продаже новые часы будут доступны 22 сентября дальше речь пошла об apple tv приставку ожидаемо завезли поддержку 4k и hdr 2017 год как не как на дворе но вот что действительно круто так это то что в новой приставке будет стоять крутейший чип apple a10x такой же как и в новых ipad pro в itunes пообещали завести кучу 4k контента и проапгрейдить уже купленный до 4k контент совершенно бесплатно бесплатно apple ты ли это плюс пообещали кучу сторонних сервисов для просмотра 4k с новым железом на приставочку завезли и неплохой графон показали очень красивую адвенчуру sky видно что у приставки имеется нехилый игровой потенциал думаю в будущем мы увидим куда более интересные игровые тайтлы кстати управление в игре реализовано посредством пульта и siri новая apple tv выйдет ближе к концу года цены не называли затем тим кук перешел гвоздю вечера iphone 10 лет мы слушали о том какой классный новый iphone и этот год не стал исключением долго запрягая тим все-таки представил публике новый iphone и все-таки его назвали iphone 8 сзади от семерок он отличается лишь цветом и материалом задней крышки теперь она стеклянная новый дисплей имеет такую же форму разрешение и размеры зато он теперь поддерживает кинебатографическую палитру цветов и технологию true tone работает новый iphone на шестиядерном процессоре а 11 байоник на нем разместилось 4 и 3 миллиарда транзисторов оно стало ясное дело мощнее и всячески лучше по традиции apple не сообщает точных цифр и характеристик известно только что новинка на 25 процентов быстрее чем а 10 остается лишь верить на слово состав а 11 входит новое isp ядро которое быстрее фокусируется и позволяет снимать видео 4к 60 fps и 1080p 240 fps кроме этого ядро может на лету обрабатывать портреты это не просто фильтры а продвинутые инструменты обработки и называется все это дело портретное освещение показанные на презентации возможности этого режима действительно впечатляют круто если в жизни все будет именно так как нам показывали кстати о камерах плюс версиях стоит двойная 12 мегапиксельная камера с новыми матрицами и линзами f1.8 и f2.8 оптическая стабилизация изображения добралась и до обычной версии без индекса плюс новые iphone и заточены под работу с дополненной реальностью камеры специальным образом настроены имеются новые гироскоп и акселерометр они позволяют точнее определять движение и положение телефона в пространстве следовательно лучше трекать окружающий мир весь этот массив данных обрабатывает новый чип а11 байоник в итоге получается реально крутая дополненная реальность показали несколько клёвых применений в реальной жизни но самое крутое конечно же игры это совершенно новый уровень скажу я вам если в такие игрушки еще и завезут мультиплеер то думаю будет очень круто порубиться с друзьями в кафешке или на лавочке в парке в подобную стратегию дальше пошла речь о беспроводных интерфейсов сказали о новом bluetooth 5.0 и представили долгожданную беспроводную зарядку наконец-то это благо цивилизации стала доступна и для любителей ios самое крутое что apple не стала изобретать велосипед и придумывать свой какой-то хитрый стандарт беспроводной зарядки использовала уже давным-давно известный и открытый киу ай и это реально круто ты ли это apple задаю уже вопрос во второй раз цена простой восьмерки стартует с 699 баксов плюс версия обойдется в 799 предзаказ начнется 15 сентября на руки восьмерку можно будет получить 22 сентября ну и когда все подумали что не такой уж и круто этот ваш восьмой айфон вышел на сцену тим кук и сказал классическую фразу стива джобса после чего он показал все то что утекало в сеть целый год iphone 10 он оказался абсолютно таким же как и в многочисленных утечках вертикальное расположение сдвоенной камеры безрамочный дисплей с уродливым вырезом для динамика сверху корпус воду и пыль непроницаемый выполнен из стекла и имеет металлическую раму доступны цвета space grey и silver новые дисплеи назвали super retina дисплей 5 и 8 дюймов 2436 на 1125 пикселей при плотности 458 ppi матрица изготовлена по технологии oled поддерживается hdr стандарта 10 dolby vision 3d touch и еще куча других фирменных технологий так как apple избавились от кнопки home теперь телефон разблокируется фейсом пользователя называется все это дело в фейс айди чтобы разблокировка работала точно и при любом освещении над экраном напихана куча датчиков а в чип а11 встроено специальное ядро в котором живет небольшая нейронная сеть она то все это дело и обрабатывает благодаря такой связке железа и софта фейс айди может различать ваших разные прически одежду головные уборы или очки на вашем лице система понимает когда к ней подносят маску или фотографию и не позволяет мошенникам или жене разблокировать телефон вашим спящим лицом короче чтобы разблокировать смартфон нужно внимание пользователя пару слов о надежности у тач айди шанс взлома или подбора отпечатка был один к 50 тысячам у фейс айди один к миллиону но несмотря на то что нам так долго рассказывали о том какой крутой фейс айди прямо на презентации крэйк федериги не смог разблокировать iphone лицом с первого раза и со второго тоже система трекинга лица применяется не только для разблокировки смартфона но и для менее важных плюшек фильтры в snapchat теперь выглядит просто потрясающе но и запилили милые анимированные смайлики с унылыми и смеющимися какашками теперь пару слов о камере она двойная 12 мегапиксельная матрица и оптика такая же как и на восьмерке диафрагма f 1.8 на широком угле и 2.4 на телефото объективе главное отличие это двойная оптическая стабилизация как на galaxy note 8 вспышка теперь в четыре раза мощнее естественно камера и датчики движения также заточены под дополненную реальность во фронталке также будут доступны такие крутые инструменты для обработки портретов что и в основной камере восьмерки то есть почти что двойная фронталка в остальном десятка ничем не отличается от восьмого айфона тот же процессор также беспроводная зарядка qi и те же беспроводные интерфейсы правда в комплекте с iphone 10 положит и беспроводную зарядку но это уже мелочи кроме этого анонсировали продвинутую qi зарядку air power она позволяет заряжать часы и наушники одновременно стоит десятка будет 999 долларов за версию на 64 гигабайта а версия на 256 гигабайт будет стоить конечно же дороже предзаказ начинается 27 октября поставки 3 ноября ну что ж как тебе iphone 8 и новый iphone 10 меня волнует вопрос а где iphone 9 и будет ли он вот но iphone 10 в принципе задняя крышка очень похоже на iphone 4 потому что многие говорят о том что iphone 4 это самое удачное самое айфон 10 сделаю еще одну камеру приклей здесь еще одну точку надо приклеить только будет iphone 10 вот как и ранее на самом деле самая удачная модель считается iphone четверка самая красивая модель поэтому десятку очень сильно похожи единственное что 4 квадратная более квадратные вот такие не обтекаемые края у десятки они уже не смогли это избирать из-за того что там дисплей на весь корпус вот он весь полностью обтекаемый в принципе безопаснее намного чем четверка потому что мне один раз братишка заехал подушкой по телефону и угол я просто и телефон упал углом мне прям ну вот под глазом меня был фингал поэтому обтекаемая форма наверное гораздо лучше лучше вообще не получать айфон упалиться но если у нас собака устала ей не нужен никакой айфон айфон 8 айфон 10 ну вот я как посмотрел айфон 8 он будет почти ничем не отличаться от айфона 7 поэтому в принципе такого желания как бы купить его ну только сказали что стеклянная панель с двух сторон и все а вот айфон 10 айфон 10 и конечно что-то новое название такой необычная буковка x то есть 10 ринская мне вот очень понравилось то что вот айфон по продажам превысил rolex и вообще крутые и другие бренды крутых часов вот насчет айфон тв айфон тв насчет там айтв ну как бы я как бы не увлекну не смотрел особо ничего поэтому ничего не могу сказать единственное мне кажется что будет потом компания apple наверное выпускать игры вообще какие то то есть какие то прям крутые очень наподобие там лон есть игра до корейская либо там в общем а вот то есть какие то такие стрелялки будут наверно выпускать скорее всего вот и а ну насчет айфон 10 до насчет этот распознание экрана но в общем он сам же на презентации ошибся два раза поэтому я думаю это один из минусов этого айфона 10 мне кажется что ну вот из-за того что люди уже привыкли к тому что айфон можно менять каждые полгода то есть этим уже не удивить то есть раньше если вот когда я подрастала и я реально уже тогда я поняла что мне нужен срочный айфон вот тогда еще было 3 айфон вот и ну такого ажиотажа прям не было вот начиная с четвертого потом пятый когда вышел а потом уже все потому что такого не было ажиотажа он его айфон единственно почему нужно менять телефон каждый хотя бы каждый год потому что система начинает берите операционная система начинает тормозить все гораздо медленнее одно не знаю если конечно выбирать из двух восьмерка или десятка мне понравилась беспроводная зарядка поэтому я бы выбрала десятка наверное и есть возможности вероятность этот не точно что десятка будет устаревать гораздо медленнее чем восьмерка эти выше они в одно и то же время и скорее всего будет люди ну кто себе может позволить будут покупать скорее всего айфон 10 потому что смысл покупать 8 сейчас уже мне кажется не знаю какие должны быть плюсы чтобы купить iphone 8 ну может быть только 300 долларов разница ну да разница в цене но это в америке не получается рейтинге ну да 300 долларов это 64 гб ну мне кажется да в корее будет она больше ну и вроде говорят галакси ноут 8 тоже не даже корейский он тоже за 1000 долларов телефон и когда вы скорее выходит я айфоны выходит стандартам от 800 долларов не нет каждый раз все повышается уже потому что ну если apple сам повышается 99 даже не тысячу долларов а 999 долларов ребят возможно да в корее он будет стоить около полторы тысячи долларов ну это наверно 120 а 250 это наверно 256 я боюсь уже прошло 10 лет с того времени как вышел первый айфон но я думаю что в следующем году будет что-то еще новое хотя айфон 10 я думаю года через два наверно что-то выпустит что-то лучшее чем айфон 10 ну что мы нам презентация понравилось это как обычно чем-то да может удивить не всегда это плюс но все равно было приятно посмотреть на развитие тем более что очень много сейчас будет у молодых специалистов подключаться очень много всяких молодежных программ вот это всегда плюс чтобы молодежь не сидела и не расширивала штаны без толпы вот я в чем-то участвую спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео всем пока